Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня я снимаю видео на мою новую камеру. Правда, там надо еще разобраться в настройках, но меня вроде и так, и так все устраивает. Но пока я не полностью поняла, как там яркость ставить, свет и все дела. Но в любом случае, вторая камера у меня тоже есть, и третья. Тоже еще пока что я не продала эти камеры. Вот, я пока что смотрю. Знаете почему? Потому что у моей старой влоговой камеры, которую я, кстати, хочу продать, и кто хочет, то обязательно пишите мне на мой пиар-аккаунт. Я вам ссылочку оставлю внизу. В прошлый раз я просто поторопилась. Я сказала в видео, что я продаю камеру, а потом тем людям, которые мне написали, отписались, мне пришлось как бы отказать. В каком смысле я могу объяснить? Просто я сказала, что я продаю камеру до того, как приехала мне эта камера. Но я пока что не знала же, как будет работать эта камера, понравится ли мне она. Возможно, я старую бы не продавала, если бы мне это не понравилось. Единственное, что мне не нравится у этой камеры, это проблемы с фокусом. Например, я снимаю влог. Снимаю, например, здесь. Резко поворачиваю, начинаю снимать в другую сторону, и у меня сбивается фокус. Я не знаю, как его настроить. Ребят, у кого такая же камера, как у меня, это Canon J7X Mark III. Кому не сложно, у кого есть время, желание, напишите, пожалуйста, мне в Instagram, как настроить эту камеру, потому что моя старая, там вообще никаких проблем с фокусом нет. В общем, много плюсов у той камеры. Возможно, я просто привыкла к ней. Я уже на бумажный канал сняла видео на эту камеру. Мне все нравится. Причем, я специально попробовала снять без освещения. Вчера был дождик. Такая пасмурная погода. Я вроде думаю, ставить твинглайт или нет. Вроде как день, но солнышка, света нет. Но, несмотря на все эти факторы, мне очень понравилось, как все получилось. Так что, я пока что довольна, но не всеми аспектами. Надеюсь, что чем дальше, тем больше всего я узнаю. Кто не смотрел влог, так вкратце вам расскажу. У меня папа приехал. Мама хотела кофемолку. Папа привез ей. Папа говорил, у одного пассажира конфисковали масло. Типа масло перевозить нельзя. А что здесь такого? Мои родители, когда переезжали, вы представьте, дома чего только нет. Нету холодильник, стиралка, мебель. Столько проблем было на границе. Хотя все документы есть. Документы о переезде. Все как полагается. Но все равно таможенники очень придирались. В конце нам перевезти. Какая-то курица не очень вкусная. Жесткая. Очень жесткая, как будто пережаренная. В общем, обошлось очень дорого. Проще было бы там продать и уже здесь все купить. все б.у. купить. На дорогу столько денег ушло. Большая часть на таможенников. Так что надо быть аккуратнее. В общем, папа привез мне камеру. Бабушке подарил деньги. Мы вчера ходили к бабушке тоже. Маме кофемолку. Знаете почему? Потому что мама рассказывала папе историю. Действительно, вот когда были скидки в контакт хоме. Черная пятница. Мама хотела купить кофемолку себе. А там столько народу. Я не помню, рассказывала вам ситуацию или нет. Но мама пришла и такая расстроенная. Говорит, ни один консультант так и не подошел ко мне. Потом я начала кричать, что кто-то подойдет ко мне в конце концов или нет. А там такая система. Ты не можешь взять с витрины и пойти на кассу покупать. Тебе должны дать такую бумажку. Эту бумажку ты должен на кассе оплатить. Потом вернуться назад. Со склада тебе дают твой товар. Вот. А дело в том, что консультанты в основном, когда много народа, их я тоже не осуждаю и понимаю. Они тоже хотят заработать. И они как бы консультируют больше тех, кто покупает что-то крупное. Например, стиральную машину, холодильник. Понятное дело, что когда крупная сумма, естественно, им тоже процентик крупный тикает. Капает. Им как бы выгодно продавать что-то дорогое. Поэтому как бы маму никто так и не обслужил. народу много, народу дофига. Все что-то покупают. Консультанты бегут именно к тем, кто покупает что-то дорогое. В общем, это человеческий фактор. Возможно, если бы я тоже была бы там консультантом, я бы подумала, лучше я продам холодильник, чем какую-то кофемолку на 2 тысячи. Мама расстроилась, пришла домой, позвонила папе и сказала, что вот такая вот ситуация произошла. А папа в этот момент поехал и купил кофемолку для мамы. И мама, когда увидела в чемодане кофемолку, очень обрадовалась. Прям той фирмы, которую она хотела. Так что батя приехал с подарками для всех. После приезда папы я должна была отмечать свой день рождения. Но, блин, сейчас просто так получилось, что перед Новым Годом все заведения, которые я хотела, они все заняты. Заняты в каком плане? То есть вот школьники, они делают елки в ресторанах. Ну, как елки, корпоративы. Просто все, не знаю, работники разных компаний устраивают корпоративчики. И просто найти ресторан очень-очень сложно. Есть варианты совсем дурацких заведений. Есть те, где очень далеко. в общем, я даже не знаю, у меня даже, знаете, какого-то настроя уже не осталось. День рождения надо отмечать сразу. подружкам тоже, я сразу сказала, тоже жалим. Ничего не покупайте. Если я не отмечаю день рождения, значит, не надо ничего покупать. вот. Какой вкусный виноград. Огромный просто. Вы знаете, курица мне не очень понравилась. Она какая-то сухая. Такое ощущение, что ее пережарили. или два раза жарили. Что-то такое. Хотя покупала там же, где покупаю всегда. Это в Браво. Вообще, так комфортно что-то покупать в Браво, честно. Мне так нравится. Некоторые почему-то думают, что во влогах я показываю Браво, значит, Браво мне доплачивает. Ничего подобного. Я хожу в этот супермаркет, потому что там очень много всего. Он огромный. Иногда вам снимаю кусочки оттуда, потому что никто не придирается. Может, что хочешь снимать. Нет такого понятия, что уберите камеру, не снимайте с теннис, у нас не разрешена съемка и так далее. Вот. Хотя, понятное дело, в общественных местах везде можно снимать. Тем более, если ты не людей снимаешь, а просто товар. Или себя. Я однажды снимала себя. Ко мне подошли и говорят, зачем вы это снимаете, куда вы это будете выкладывать. Я говорю, я себя снимаю. Какое вам дело? хочу снимаю. То есть, я на камеру вот так вот селфи снимаю себя. вот так вот. Возможно, видео будет выходить чуть-чуть пореже, потому что хочется провести время больше с папой пообщаться. У нас есть свои планы, свои дела запланированные. Папа еще целый месяц будет с нами. у него заслуженный отпуск. Но, если честно, в этот раз курица мне не очень понравилась. Она слишком какая-то жесткая, сухая. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это вчерашняя курица в право, потому что я сгоняла утром. И, может быть, ее еще раз подогрели и получился такой вот эффект. Хотя, не знаю. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. обязательно пишите в комментариях ваше мнение по поводу качества съемки этой камеры. Будет очень интересно почитать. Всех люблю, целую. С вами была Айка.